Всем привет, всем доброе утро. У нас 7 часов утра. Мы сейчас пойдем на завтрак. У нас сегодня погода замечательная. Смотрите, сейчас покажу, сейчас покажу. Море спокойное, ветра нет. В общем, замечательно. Этих облаков сейчас через полчаса уже не будет. Вчера тоже так утро начиналось. Были немножко облачка. Я думаю, ну хорошо, хоть солнце не так парить будет. А они раз, рук-цук, и разбежались. Разлетелись. Все, мы пошли на завтрак. Володе колбаса, между прочим, нравится. А я так и не попробовала. Ну, я колбасу так себе не очень. Масло, между прочим, они вкусно. И творог тоже. Ну, я уже говорила, и сырые тоже. Вот мне не нравится, ну не то, что мне не нравится, вот этот сорт Кишмуха. Вот этот сорт, он немножко соленоватый. А я люблю такие. Вот этот мне нравится. Как прессованный творог. Такие вот шикарные автоматы стоят. Кафе-автоматы стоят для кофе. Я себе беру латте. Их, между прочим, три штуки. Мой завтрак. Сегодня вот такие вот сухарики. Не помню, как они называются. Сыр, кровосан, булочка. Ну, выпечка у них здесь обалденная. И кусочек сливочного масла. Всем приятного аппетита. Володя еще не взял себе то, что хочет. Он точно нам привет сказал? Да. Ух ты. Слушайте, знаете, что. Ну, это хорошо. Хоть кто-то может разговаривать. Так, у Володи. Сосиски, картошка его любимая, жареная. Помидорки, паприка. А, горчица. Ну, горчицу. Ты горчицу с сосисками всегда ешь. Всем приятного аппетита. Приятно. Мы позавтракали. У нас 8 часов утра. Мы сейчас сделаем утреннюю пробежку. Да, Володя? Я говорю, мы сейчас сделаем утреннюю пробежку. Потом пойдем переоденемся. У нас есть кое-какие планы. Мы возьмем вас с собой. Возьмем? Да, Володя? Да, да. Вы кого-то просто там уже раздражает, почему я тебя постоянно переспрашиваю. Нет, нет. Тебя не раздражает? Самое главное, чтобы не раздражало моего мужа. Ага. Хорошо. Конечно, мы с тобой... Ну, вчера такой хороший шторм был. Кстати, вчера утром мы сюда ходили, но мы уже в это время шли купаться. И был такой отлив, а сегодня что-то отлива. Нет, как-то странно, как этот отлив происходит. Как-то очень интересно. Потому что вчера, Володя, помните, я вам здесь снимала, он лежал за гора, прям на воде, как вам мой загар. Я сегодня с Аблинки послала фотографии, она говорит, мама, ты такая черная. Я говорю, да где я, черная? Я еще не совсем черная. Смотрите, какая я здесь. Сексуальная. Ужас. Что не сделаешь ради девочек, Володя? Что-то... Еще лежанки все пустые. А, ну не, не все. Между прочим, вон там, вон там дальше, вон там, я не видно, наверное, так сейчас я камеру переверну. Где? А, ну да, так он долго... Как Сергей говорил. Так долго он будет убирать такое это... Смотри уже, как чистится. Ну, убирают это, водоросли убирают. Вот, кстати, вон там, где вот кучка людей купается, это... Володь, вот это же где... Вот это местные, да, купаются? Вот там местные. Там как раз вот это вот место, где местные купаются, да? Вот где люди сейчас купаются. Получается, да? Да. Мы сейчас познакомились с одной семьей. Они вчера, говорит, далеко туда гуляли. И там отелей больше, и там людей больше. А у нас очень много людей в отеле. Полный. Хорошо. Ну, конечно, хорошо. Даже когда завтракаем, или вот, например, обедаем, они по второму... Вот если кто-то встает, стол освобождается, они по новой, быстро прям по новой накрывают, и приходят... А смотри, как собирают трактор. А, трактором собирают сейчас. И сразу же другие люди садятся. Даже вот... Я вам вчера показывала зал ресторана. Это только половина... То, что на улице было, и то, что я внутри показывала, это было видно практически половину, потому что там как-то немножко огорожено, и там другая половина, еще больше, по-моему. В общем, зал большой. Я не знаю, правда, насколько человек, но все полно, и даже... Люди едят ночью, короче, в несколько заходов. И здесь ужин, обед, и завтрак длится очень долго. Считай, два с половиной часа, по-моему, в Турции везде было по два часа. А здесь два с половиной часа. Кстати, анимация, походу, есть. Просто мы уже в это время в отеле, в комнате у себя сидим. Потому что кто-то уже ложится спать, а музыки не слышно, поэтому я даже... В воскресенье, видно, в воскресенье ничего и не было. Как он траву собирает? Видите, вот так убирают водоросли с моря. Когда в море заходишь, первые, я не знаю, полтора-два метра, ну, в водоросли, никуда от них не денешься, но самое главное, нет медуз. Вот если приплывут медузы, то нужно будет только отсыхать в бассейне. А я бассейны не очень люблю. Смотри-ка, Харар. Да, вон, смотрите, как она. Смотри, смотрите, как убирают. Володь, я вижу. Трафтер я буду видеть? Да, я вижу. Какой сразу чистый пляж был. Между прочим, у меня вчера почти так же чистый пляж был. Вот такие полосы были, было убрано. Только они, наверное, близко к морю не убирают. А может, оно уже сразу по новой выбрасывает. Что я хотела сказать, ты меня перебил. Первые полтора метра проходишь водоросли, а потом наслаждаешься. И кто любит такое более спокойное море? Мы лет 10 аэроподряд ездили в Калининград, да, в Воложье? А море там постоянно такое. Неспокойное, волнующая вся. И мы любим волны. Вот мы когда сестренка ездили на Черное море, на Азовское море. Просто она так живет в серединке. У нее Азовское море рядом, но на Черное море надо немножко дольше ехать. Но мы и туда, и туда, и на то, и на то море ездили, когда были в Краснодаре у сестры, который у меня, ну, в России живет. И там вот море более такое спокойное. И мы всегда вспоминали Калининград, потому что это такой пас, это такое удовольствие, когда ты прыгаешь на волну, и волна тебя вот так вот качает. Короче, качаешься на волнах. Да, Володя? Да, Таня, да. Ну, еще раз скажи. Ну, скажи тогда что-нибудь. Что сказать, я на трактор любуюсь. А что это такое? Я вот смотрю, куда он эти водоросли. Опять в море, наверное, будет? А что ты хочешь? От него, возможно, все? Нет, не должен. Они же обратно, они же сами себе работу не делают. Нет, наверное, он куда-то в кучу собирает, а тот, который на шубкаре, он их просто с качкой такой, он их, наверное, куда-то дальше вывозит. Просто посмотри, тот, который с этой шубкарой ходит. Куда он? Где ты весь шубкар? Я видела там дальше, я поэтому поняла, думала, шубкар. Я вижу, с черным мешком ходит. Пластик собирает. Ну, убирают все. Так, подожди, куда он его качает? Нет, не знаю. Ладно, мы сейчас погуляем немножко, потом мы пойдем соберемся. У нас кое-что сегодня запланировано. Ой, Володь, знаешь, мне что написали? Сейчас скажу. После какого-то ужина я снимала вчерашнее видео, наверное. Но только у меня видео на один день позже выходит, чтобы вы знали. У меня так по-другому не получается. Обычно, когда я дома, я закачиваю видео день в день. Неактуальные. А это у меня получается на один день позже, потому что я на ночь ставлю закачивать. Волны забираю. Ах, ну хорошо, сейчас почистят море. Нет, он оставил в воде. Вон, пожалуйста. Сейчас все сказал. Ну, может, потом вытащить? Мне написали. Да. После ужина Татьяна аж на язык заплетается. Я жду твоих комментариев. Я молчу, ты же не видел. Она не пьет, друзья. Вообще, можно сказать. Видите? А алкоголь здесь. Если вино градусов два есть, то это хорошо. Ой, такое невкусное. Я же говорю, я не... Пиво это градус один. Она вообще не... Ну так только. Володя берет... Короче, безалкогольный пиво, я могу сказать. Володя, когда берет пиво, я бывает у него сделаю один глоток так просто для утоления жажды. Вообще, я пиво не люблю. Просто холодное. Очень хорошо на горах холодное. Я, если и могу себе позволить там бокальчик какого-нибудь вкусного вина, но это должно быть вкусное. Мне вот этот вот... А здесь вкусное, скажи, что это проблема. А здесь вкусного нет. Если я и могу выпить стаканчик какого-нибудь вина или коктейля, то это только для наслаждения, а не для того, чтобы я там опьянела и получила какой-то кайф от алкоголя. Я от алкоголя никогда никакого кайфа не получала, кроме того, что мне было хреново. Головная боль. Да, головная боль. Поэтому я спиртное не употребляю от слова практически вообще, а такие крепкие напитки, как водку, коньяк или что там еще бывает, крепкие напитки, что я вообще никогда не пью. Вот я даже по молодости, когда как-то пробовала, у нас просто... когда я еще государственную практику проходила, у нас в детском саду, у нас у воспитателя был день рождения. И вот у нас, когда была смена, я помню, я во вторую смену работала как раз, ну, практику проходила, и у нас воспитательница принесла бутылку водки. Ну, день рождения же праздновала. Типа, давайте, давайте. Я говорю, я не могу, но чтобы сильно не выделываться, мне так тоже налили. Я не люблю, когда начинают вот это вот уговаривать, уговаривать, типа, да давай, да давай. Мне немножко налили, я ее вот туда, а она мне обратно. Все, короче говоря, я такие крепкие напитки пить вообще не могу. А вот это может, да? Не знаю, почему курс. Поражаюсь от тебя. И она на него обратно не возвращается, да? Нет. Нет. Так что, если бы здесь коктейль, я пробовала здесь коктейль, Володя мне приносил. Ну, во-первых, он был без алкоголя, да? Алкоголь здесь нет? И нет, здесь надо заказать алкоголь, да? Там в бар. Да, да. А вот здесь, который близко, за углом, здесь алкоголь нет? Я вам сейчас покажу эти, где напитки на пляже можно взять. Ну, один открывается, по-моему, в 9 часов, один бар открывается. Думаешь, одинаково? Ну, я не знаю. Короче, а... Просто этих продавцов вы не найдете. Он там, он перво приходит, и потом начинает болтать. Ну, мы долго вчера ждали. Это Восток, ребята, Восток. Дело тонкое. Да. Они здесь пока не наговорятся. И вот этот коктейль, ну, я не стала пить. Я не люблю вот такой вот искусственный вкус. Они там что-то добавляют, то ли какой-то сироп, а он такой реально искусственный. И я вот этот искусственный запах и вкус, ну, не люблю. Ладно, все, мы пошли гулять. Ну, и встретимся потом еще в течение дня. Мы сейчас пойдем в супермаркет. Мы познакомились с моими подписчиками. Как всегда, Володя нашел. Да, Володь? Деньги любят счет, да, Володь? Смотрите, как выглядят динары. Ну, ее штука хотела показать девочкам. Я просто вчера видел, слышал, что они разговаривают на русском языке. А, окей. Из-за этого. Понятно. И мы сейчас вместе с ними пойдем в супермаркет. Они нам покажут, потому что они здесь уже дольше, чем мы находимся. А потом, если что, если нам надо будет, мы посмотрим, что там есть. Да. А потом будем с вами ходить. Ну, ходить будем. Это большой, конечно, вопрос. Может быть, еще один раз ходим, а может быть и нет. Мы сюда приехали наслаждаться морем, да? Да. Это не Турция. Здесь такие... Нам сказали на базар, кстати, не ходить. Нам сказали на базар не ходить, потому что, говорит, там, говорит... Это даже, говорит, вам не Турция, здесь они даже не торгуются. А если они не торгуются, мне это уже не интересно. Они сказали, что там... Ну, ничего хорошего нет, говорит. Все такое, все старого. В общем, сказали, если не хотите тратить время своего отпуска, то лучше не ходить. Да, Володя? Ой, все, больше не буду, что-то говорить так. Да. Так, все. А, кстати, курс 1 к 3. В общем, у них здесь в тысячах, да? В общем, получается, 3000. Одно ойро стоит 3000. В общем, мы 100 ойро для начала поменяем. Окей, 3000. О чем ты говоришь? Тебе дали 300... 10 динар. Да. У нас 100... Ну, короче, 1 к 3 девочке. Стольник отдал, дали 300... Одно ойро 3 динара. Вот так. Да? Потому что в магазинах цены везде тысячами написаны, между прочим. Вот оливковое масло. Вон там, вот в магазинчике, оливковое масло, такая маленькая бутылочка, стоит 18... А может, она 18 динар стоит? Мы считали... Она, видно, нас не очень внимательно рассмотрела, что мы приехали закупаться не на верблюде. что мы будем... Нет, там цены стоят... покупателей. А, ну, там цены стоят на бутылочках. Да? Да. Там везде цены стоят. Мы посчитали, что маленькая бутылочка оливкового масла выходит 6 евро. А там, наверное... Ну, пол... Нет, там даже пол-литра, наверное, нет. Может, пол-литра. Но она совсем маленькая. Но потом зайдём, если чё я вам покажу. Вот, девочки, это оливковое масло. Правильно я сказала, оно стоит 18 тысяч динар. 6 евро. Один к трём они меняют. Такие ступки на подарок, если кто-то хочет. Ну, тут сувениры. Кораблики. А, вот красивые бутылочки. Такие, которые из песка. Песком. Из песка сделан орнамент. Рисунок. Яйца. Лампа-аладина. Сколько такая стоит лампа-аладина? Впрочем, красивая. 80... Или сколько? 85 динар. 90 на 3. Триора, что ли? Или я чё-нибудь неправильно считаю? Ну да, получается, триора. О, девочки, напёрстки. Я напёрсткам никогда не пользовалась. Кто-нибудь пользовался напёрсткам? Вот даже просто интересно. Я... Вот сколько живём в Германии, я вообще первый раз напёрсток вижу. Прикольно. Сколько он стоит? Я там не увижу. Пальма. Сверблюдом. Между прочим, вот так на сувенирчик. Классно. 47 тысяч динар. Вот смотрите, какие каменные дельфины. У меня есть один дельфин такой стеклянный, один деревянный. Один стеклянный мне Эрик из Англии привозил. Главное, один раз деревянного, один раз стеклянного. Он у нас два раза был в Англии. Один раз его от школы посылали. Как лучших учеников. Один раз потом весь класс ездил. И Сабрину, кстати, также посылали. Один раз со школы набирали 30 лучших. И посылали. Ну, естественно, оплачивали мы. А это была такая привилегия, типа. Ну что, посмотрим, что здесь еще есть. Шлепки. О, надо Володе показать. Может, он себе шлепки новые выберет. Не знаю, сколько стоит. Купальники, майки. Ничего, между прочим. О, какая-то ничка неплохая. Цены просто не вижу. О, какая. Да, я здесь. У меня нет часов, смотри сама. Окей, я посмотрю. Да, я посуду хочу еще быстренько для девочек. Девочки, такой магазин находится на территории отеля. Это где я шампунь купила за 9 евро. Ну и вот всякие магнитики. Нам для лагмана не надо? Володь, мы уже купили в Турции такую. Мы купили в Турции такую тарелку. Вот это такой, что ли? Это как... Еще 36 минут. Смотрите. Ой, это мочалка натуральная. Это классная вещь, между прочим. Она чуть небольшая. Но тебе кусочек оторвать могут. Посмотри. У нас просто... 45 тысяч. Да, это чуть... 45 тысяч. Ну или я что-то неправильно считаю. Надо спросить. Ради просто, ради интереса. Я хотела вот такой на пляж взять. Ну. А не то, что хорошо. Как тебе сказать? Да она слетает, ветер. Она будет слетать. Сабринкин, только шапка тоже слетает. А затягивать ее... Ну вот иди спроси у нее, сколько она стоит. Ради интереса. А то вдруг я тут дизенсформирую девочек. Возьми эту шапку, иди к ней подойди. Она тебе скажет цену. Только запомни хорошо. Я думаю, в Турции купили такое блюдо. Помните? Я все хотела. Володя купил. А оно только для таких, для холодных... Для холодных блюд, для овощей. Но вот это вот разрисовано. Это, наверное... Это, наверное, лучше. Потому что... Сколько она стоит? Сейчас посмотрю. Блин, я же не вижу без очков. 280... Это что? У меня соль считала положим на месте. Сколько она стоит? Ну, как они тогда считают? Я тогда не пойму. Не знаю я. Я спросил у Айрана, как у Айрана. Я не знаю. Я тогда не пойму, как они считают. По идее, вот если здесь стоит 280... 280 тысяч динар разделить на три надо. Часы. Без 20 сейчас. Вон еще эта большая мочалка такая. Вон, вон, наверху. Это моется. У нас в Германии... А вам разрежешь? Ну, ее разрезают на части. Да, ну, у нас просто маленькие продаются. Давайте посмотрим, там будет магазин. Ну, посмотрим. Они у нас в Германии дорогие. Они у нас, поскольку посеем, 8 моря такие обмочалки. Ну, вот, смотрите. Всякие разные сувенирчики. Девочки, кстати, пишите, что можно привезти из Тунезии, кроме фиников. Вон, сумки не показывают. Нет, нам сумки... Нет, уже наши такие, уже наши такие не хотят. Будет ждать фойе наших новых знакомых. Все, я разобралась этими динарами. Это, получается, не одно мэро или там 2,50, как я говорила. А если, например, вот эта лошадка или кто-то, верблюд, к примеру, стоил 32 динара, это почти 10-ой расход. Вот эти вот сувенирчики. Ну, вообще, в город пойдем, посмотрим, там цены. Там точно такое же будет, это 100%. Просто для сравнения цен. Получается, что 10 тысяч динар – это наши тревоги. Вот. Вот так теперь правильно. Вот еще один отель. Не знаю, конечно, какой. Даже звездочки не написаны. Но вот оно море. Вот мы дошли до супермаркета. Но это хороший большой супермаркет. В прошлый раз мы в какую-то другую сторону шли. И такси очень много ездит. И такси, кстати, говорят, совсем недорогое. Но мы поедем еще, потом вам расскажу, что и как. Сейчас, подожди, немножко. Оливковое масло. Но в магазине намного дешевле. Какой мой размер баночки тогда? Там смотрели где-то. Такой. Нет, я думаю, вот такой я сейчас только в магазине. Здесь оно 7000 стоит. 8. Там оно стоило 18. Смотрите, девочки, какие здесь масла. Это 100 делов 5 ойра. А вот, между прочим, другое тоже. Я, наверное, еще такое. Я, конечно, не знаю, зачем я столько набрала. Это уже третья. Но это какой-то другой сорт. Просто, которое здесь было, мы его уже все разобрали. Я вам потом, если что, уже когда что купила. А это с крактуса. Что здесь еще есть? Вот для малыша всякие разные масла. Кстати, там есть вкладыши все на русском. А это что у нас? Кокосовое масло, наверное, да. Кокосовое масло. Алоэ вера. Это, наверное, различная глина для масок. Девочки, я вам показываю. Вы мне, если что, потом советуете? Мы все равно сюда еще придем. Сером. Кератин. Это штукерадиоволос. Так, парикмахеры, девочки, смотрим, что надо. Кондиционер. Смотрите. 36 тысяч динар. Делите на 3. 12 евро, 25, наверное, где-то получается. Короче, не знаю. Вот такой набор. 13 тысяч. Мед. Кому интересно. Ну, и кофе все знают. Да. Цены в супермаркете. Колбаса. Возьми. 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 Да возьми больше. Володе кофе не хватает. Утром. Ты договоришься, спрячься, что-нибудь подумаешь, чтобы магазинился. На ферру просто комнату убрали, а кофе не положили. Да? Нет. Что? Ну, в баске всякие там, всякие, всякие. Можете себе и мочалку найдешь. А-а-а, мочалку посмотреть. Цены на макароны. Чтоб вам было видно. Цены, в принципе, это кускус. Нелони. Лапша. И макароны. А, сейчас вам цены покажу на рис. Мой хозяйственный муж. А что? Ну, возьми, я не знаю. Эту палку подберешь, да? Палку сработал, подберешь. Палок в келлере стоит всяких разных. Ну да, 10 тысяч стоит. Но это, ну, 3,30 будет, наверное, стоить. 50 сантиметров, она похожа? Да. Только вы повыбери вот эту нормальную, чтобы была. А что ты зеленую берешь? Бери синенькую или красненькую. Что? Это другая. Да? Мне, знаете, они не очень любят, когда их снимают. Они хотят, что, когда их снимают, чтобы деньги платили. И шумные все. Мы собрались на море. Знаете, девочки, что самое интересное здесь заметила? Что мои духи, которые я люблю, лошерри, да? Они у меня здесь не пахнут вишней. Володь, я когда духарюсь своими духами, ты чувствуешь запах? Нет. Странно. Я тоже, я сама не чувствую. Обычно я, когда вот духарюсь, я всегда этот шлейф прям слышу сама. Вот здесь я не слышу. Хотя я уже так много-много их брызгаю, брызгаю. И я не слышу их запах. Как-то интересно. Странно очень. В общем, мы на море. У нас до обеда еще много времени. У нас сейчас время полодинства. Так что нам до пол первого еще два часа можно купаться. Да? Да. А потом пообедаем. И опять. И опять на море пойдем, да? И опять на море пойдем. Не знаю. А, сейчас все идем. Это кто говорит, что мы здесь одни отдыхаем. Мы тут далеко не одни. Оказывается, все анимации на месте. Я уже, правда, пришла к шапушному разбору. Я запчастна. Ну, она уже сейчас закончится. Ну, а что толпу так все ее снимать? Что-то я Володю потеряла. Не знаю. Давай. Девочки, я вас дезинформировала. Все здесь, оказывается, есть на месте. Сейчас в 7 часов живая музыка каждый день. А потом в 9.30 будет анимация. Сегодня, кстати, караоке. Девочки, я вас дам. У Володи больше не хватило сил. Он же просыпается, бог знает во сколько. Что-то плохо так смотрится. Ну, когда вот так. О, вот так лучше. У Володи что-то уже больше не хватило сил. Десятилетние дети поют. И не только десятилетние дети поют. Просто я всегда восхищаюсь теми... Да блин, я не умею. Вот это я не умею. Я всегда восхищаюсь теми людьми, которые умеют петь. Все, мои хорошие, на сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока-пока и до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok